Привет, девчат! Я сейчас очень болею и выгляжу максимально плохо, поэтому решила показать вам свои лайфхаки и необходимости для того, чтобы привести себя в порядок и стать снова красоткой. Чтобы из такого динозавра превратиться в ухоженную и милую девушку, нужно не так уж и много времени. Сперва хорошенько умойтесь, очистите кожу, потому что во время болезни она вырабатывает очень много жира, но и при этом, напротив, остается обезвоженной, как бы это ни было парадоксально. Поэтому второй этап после очищения это тонизирование и увлажнение кожи. Я использую новую сыворотку сером от Lumine. Она невероятно легкая, но при этом возвращает свежесть кожи и сразу же делает ее более упругой. Похлопывающие движения помогут лучше впитаться любому средству и также улучшить кровообращение, что нам очень нужно. Второй шаг питания кожи. Я предложу вам крем, который хорошо справится сразу и с уходовыми качествами, и выступит в роли базы под макияж. Крем с ромашкой от Evroche быстро впитывается, на нем абсолютно не скатывается тон, я очень удивлена. И также, что мне нравится, сразу видно сияние кожи, но она не жирная, а именно сияющая. Крем хорошо подойдет для любого типа кожи, кроме жирной, я думаю. Лайфхак, который я использую в последнее время, это наносить остатки крема с пальцев на губки. Я удивлена, но этот способ работает в тысячу раз лучше, чем специальные бальзамы для губ. Хоть я и люблю легкие текстуры и си-си-крема, но в этот период придется дать предпочтение чему-то поплотнее. Например, Catrice HD Coverage, так как он гораздо лучше выровняет цвет лица. Ведь во время болезни кожа становится просто пятнистая, красные участки воспаленные и зелено-фиолетовая кожа под глазами от истощения организма. Короче, весь букет ужасов. Не забудь также нанести остатки на кожу верхнего века, чтобы веки тоже были не болезненно красными. И один из самых важных моментов, это идеально перекрыть консилером все покраснения, прыщики, воспаления на лице. Маковский консилер Pro Longwear, который у меня очень стойкий, очень плотный, после высыхания прикрывает абсолютно все. И у меня также новые пушистые кисточки, буду сейчас себя ими радовать. И тонкой кисточкой точно наношу на несовершенство продукт. Я это все ускорю для вас быстрее. Следующий нюанс это проработать красноту под носом у ноздрей и сами крылья носа. Так как во время болезни именно этот участок лица больше всего краснеет из-за бесконечного чихания, сморкания и все сильно раздражается. И то же самое касается кожи во внутреннем уголке глаз, сверху и снизу. Остатки продукта я набираю на более крупную кисть и уже ей аккуратненько, именно втушевывающими, таким вбивающими движениями, соединяю более светлый консилер с тоном кожи. И в конце, чтобы не было видно переходов и разницы текстур, закрепляем все пудрой, в которой вы должны быть уверены, чтобы она ни в коем случае не утяжеляла лицо и кожу, не была сильно матовая. Я вот всем сердцем люблю пудру Lumine, и эта кисть просто невероятно мягкая, как перыш, и пудру она как раз-таки укладывает на лицо, прям вуалью, очень деликатно. Время хайлайтера, с ним не нужно перебарщивать, конечно, иначе может получиться эффект, что у вас жар и течет пот, и поэтому кожа так блестит, но легкое освежающее сияние то, что нужно. Маковский запеченный хайлайтер с красивенно-бронзовым оттенком, мой любимый, он дает именно влажный финиш, точнее его имитацию, так как продукт сам по себе сухой. Но кожа смотрится здоровой, отдохнувшей и как будто такой напитанный. Бронзер и румяна обязательно. Бронзер всегда придаст лицу вид, как после отпуска, игры света добавит и многогранности кожи. А когда мы болеем, кожа стремится сравнять цвет во что-то серо-зеленое непонятное, мы должны ее реанимировать хотя бы визуально. Румяна выбирайте коричневых или персиковых оттенков, ни в коем случае не розовые, красные и без холодного подтона. Все это вытянет красноту от ваших глаз, опять же носа и лицо будет опять заново воспаленным. То же самое касается теней на глаза. Выбирайте какие-то нейтральные цвета, бежево-коричневая гамма и, главное, отдаленно ход розово-красных оттенков. Иначе ваши без того воспаленные глаза станут просто дико обреченными. Брови оформляем как обычно, я это тоже ускорю. Они ситуацию особо не спасут, кроме одного лайфхака. Следите за тем, чтобы они не были опущены вниз, потому что они будут утяжелять тем самым лицо и вашу мимику. Приподнимите волоски хотя бы гелем наверх и бровки откроют глаза, сделают вас куда веселее, свежее. Поэтому гели бровей это прям must have. И чтобы скрыть немного болезненный вид глаз, я не буду предлагать вам обвести светлым каялом слизистую, так как лично мне это еще больше раздражает глаза. Я выделю наоборот, хорошенько нижние ресницы тушью и слегка коричневым карандашом, так как он более повседневный, я подведу по линии роста ресничек. Тем самым мы отвлечем внимание на контур глаза и ресниц, а не на сами красные глаза. Помаду я предлагаю вам выбрать нейтральную, тоже нюдовой цветовой гаммы и наносить ее пальчиком, так как если вы делаете макияж этот и будете, наверное, не дома, то наверняка в течение дня придется много пить согревающего чего-то, запивать таблетки, постоянно пролять матовую тяжелую помаду или четкий контур. Просто не захочется, нужно будет расслабиться, мы и так болеем. И я рада сообщить вам, что это все. Поверьте, совершенно не обязательно ставить крест на адекватном внешнем виде, если вы болеете, или окунаться в таз с косметикой. Важно уделить внимание парочке вещей, которые я вам сейчас показала, и вы будете просто супер-гелл, супер-здоровая гелл. И да, девочки, я правда болею, по-моему, голос услышно, видео актуально. Преображение до и после, если вам понравилось, то жду ваши комментарии внизу. И всех целую, всем пока, не болейте, будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok